Всем привет! Я продолжаю проходить игрушку Амнезия Призрак Прошлого. Продолжить прошлую игру. Да. Остановился я на том, что дошел до какого-то зала с разрушенными колоннами, посетил библиотеку какую-то, увидел какого-то, какое-то существо, вот этот зал, увидел какое-то существо непонятное, которое прошло в направлении зала, по-моему. А может и нет. Я уже играю, я думал, это запись, точнее, засталка. Ага. А я ж, по-моему, записывал не тут. Или тут. Не, по-моему, тут. Так, у меня есть ключ? Да у меня есть ключ, масло, все то, что было. Голова гудит, руки трясутся, здоровье в порядке. То, что было, то есть. Так, у меня есть ключ от подвала, я его нашел в библиотеке. Где находится подвал, я не знаю. Почему этот ящик опять закрыт? Он был открытый. Тараканы гигантские какие-то ползают. Я вот тут вел какой-то подвал, может, ключ от этой двери, что тут написано? Перегонный завод. По-моему, да, это отсюда ключ. О, ты смотри. Тут проход перекрыт какой-то субстанцией. Чем-то это мне, кстати, напоминает фильм «Чужой». Какая-то такая липкая субстанция живая. И поживые клетки, и живой организм. Также похоже чем-то на резидент зла. Там тоже было что-то нечто похожее. И живая плоть, которая закрывалась. Так, что-то пишет в дневнике. Надо почитать воспоминания. Путь пригрыжает какая-то органическая ткань. Может, мне удастся ее растворить? Растворить чем? Дневники, записки, закрытый винный погреб. Григорий, возможно, стоит нападить их вином. Это в каком-то смысле решит обе мои проблемы. Блин, растворить? Чем растворить? Прочное, податливое вещество. Его нельзя порвать ни полными руками, ни с помощью инструментов. И, 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 и что мне делать? Растворить? Чем растворить? Эм... Непонятно. Лампа. Зовкая головная боль. Хм... Походу, мне надо еще куда-то пойти, поискать то, чем можно растворить. Я вон оттуда слышу какие-то звуки. Кстати, что это за место? Вин... А, винный погреб! Вот сюда мне надо. Вот от этого винного погреба у меня ключ. Так. А тут... Разветвление и... Куда мне идти? Лаборатория. Ну я ж там был. Странно, я в лаборатории был, но... Или нет, или нет. Не, я был в библиотеке. Совсем без сил, он упал с верблюда на мягкий песок. Ой, блин. Тут так темно, что моего... Главного героя... Рассудок... Рассудок повреждается. Так, а где другие рассудки? Ну зайду сначала в лабораторию. Почему бы и нет? Ой! Как он боится на меня тут. В принципе, более-менее светло. Не хочу огнево тратить. Ой, что это? А вот это не огнево сейчас? Нет, это камень. Так, что-то у нас угревно... Хм... И вроде не сильно темно, а у главного героя уже... Холодно... Так холодно... Холодно ему, видите ли... Так скоро всё... Огнево потрачу. Так... Меня интересует... Огнево. Ой, бочки можно... Передвигать. О! Там что-то есть. По-моему, масло. А как... А-а-а! Да, там явно масло. Подобрано масло. А там... Там ничего. Так что с ним? Трясётся весь. Трясётся весь. Не чувствуем такого... Страшного. А это что? Проход завален. Так... Так... Ещё масло. Так... Ещё масло. Ой... Что это? Что оттуда... Доносит. Непонятно. Так... Что? Мне идти туда, что ли? Хм... Видимо, да. Надо... Туда идти. Не... Классная игра. Блин. 2010 год. Редко такие игрушки делают. Так... Поджечь. Тут не поджечь. Стоит тратить. Эм... Огнево. О! Огнево. Тут ничего нету. О! Вот это... Можно открыть. Так... Это... Сёдного огня. Так... Что тут у нас? Записка. Из-за отсутствия дымохода пары, получившиеся во время последних экспериментов, подействовали на многие нестабильные ингредиенты, которые я храню. Часть из них, похоже, не пострадала. Однако, многие забезднены. И спасти их будет нелегко. Я сделаю всё, что на их силах. Перенесу их в винный погреб. Ага. Мне точно надо в винный погреб. Вот там, наверное, находится то, что может растворить... Оля! Их можно вращать. Необходимы четыре разных химиката. Ага. То есть, я сюда ещё вернусь. Если я сюда ещё вернусь, тогда я... Подожгу. Подсвечник. Масло. Так, о, сколько у меня уже... Масло. Да. Что это такое? Я думаю, что-то есть. Мне эта игра чем-то очень напоминает Зоу Ктулху. А это что? Хм. Непонятно. Какие-то ингредиенты. А это что такое? Свети, что ли? О, что это? Нужно больше Куприда. И одна часть крепкой водки. Купри, крепкая водка. Печка. Огниво. Так. Что это? Однажды я вернусь, любимая. Только мысли о тебе предают мне сил. Когда я совершаю что-то ужасное, то утешаюсь, в основном я тебе. Пока я могу думать о тебе и мечтать о том, как мы будем жить вместе. И я знаю, что лучше всех остальных. И я оскорблю по ним, ведь они мечтают о неограниченной власти. А я всего лишь о правосудии и возвращении домой. Хм. Так что это? Что это было? Я только пытаюсь взять это. Появляется непонятно что-то. Подобрана химическая колба. Древний алкемический эксперимент. Это моя третья попытка создать искусственную жизнь. Ага. Вот почему в этом замке полно каких-то вот этих субстанций живых. Какие-то существа ходят. Главный герой и, возможно, его какой-то напарник, коллега, пытались создать искусственную жизнь. Ранее компоненты не обладали необходимой мощью. Однако я чувствую, что я на правильном пути. Каламин и А и репигмент должны быть по умолчанию. А кубрит прочно их связывает. На этот раз я возьму азотную кислоту вместо царской водки. Надеюсь, благодаря этому раствор станет более однородным. Эксперимент завершился неудачно. Раствор по-прежнему очень кислый и годится только для того, чтобы служить в качестве моющего средства. При контакте органических тканей с раствором начинается особенно губная реакция. И в таких случаях надлежит действовать с предельной осторожностью. Возможно, мне удастся использовать эту формулу, однако я уже теряю надежду найти алхимическое решение моей проблемы. Так... Тут ничего. Тоже ничего. А тут огнило. Пригодится. Так... Ну, вроде все тут. Кто-то стонет. Надо, наверное, идти в бедный погреб. Главный герой говорил, что там типа какие-то ингредиенты. И в библиотеке я нашел какие-то данные, что надо идти... А, в библиотеке я же нашел ключ. Вот. Минный погреб. Примените ключ к двери. А как? Как его? Как его применить? Ну вот я... Ага. Камень. Там на плита походила. На камень, по сторонам, не было. Похоже, что ли, где-нибудь сдвинуть с места. Так... Это вины погреба у нас. Как же тут темно. Тоже разрушенные перила. Что это? Схема? Кровь. Ну и смех. Ох, как же тут темно. Тут надо явно, явно подобранно кукрит. А это что? Ножок, молоток. Какие-то инструменты. Очень странно, что в винном погребе находятся инструменты, как будто это какая-то слесарная мастерская. Непонятно. Так. Банка с Купри. Там химическая колба. Вин, сколько больше. Так. Банка с Купри. Так. Банка с Купри. Так. Банка с Купри. Что это за? Странно Там как будто кто-то есть и не хочет открывать дверь Подсказка, если враг рядом Бежите с меня в поле зрения и прячьтесь в темноте Гасите лампу F Угу Гасите лампу Ой Кто это? Как же тут темно Есть ли враг рядом? Что это за враг такой? Ой Осторожно, стоит темноте, вы меня не натеряете рассудок Что это? Блять Кто это? Избегайте смотреть на врагов Ничего себе Это как это? Я должен врагу оборачиваться спиной и не видеть где он, куда он пошел Что за бред? Ля и Там кто-то есть Рассудок Какие-то цветочки Там кто-то есть и что мне делать Ты что это... Это па-ка-ка-ка-ка-ка Ты что-то есть и что-то есть и что-то есть? Теперь я попробую его И я хочу Что к тебе Прячь и па-ка-ка Что к тебе Давай Это оттенний А вот Дай Там О! А где-то я? Где-то я... А я ж тут был, вроде как... Или нет? А, нет, нет... А кто это? Как страшно... Реально, даже днем играя, страшно, а... В начале игры разработчики писали, что... Советуют играть в игру ночью... Да еще и в наушниках, блин... Тут днем страшно... Бля... Кто тут шеркается? Что это? Настойка... Опия... Помогает оживлять раны, то есть... Это существо мне еще может и ударить? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, что кто-то рядом ходит и никого нет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о! Как страшно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что-что? Что-что? Что-что это за... Что-что это за место? Что-что это за место? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И как это главному герою... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Удалось... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стереть себе память. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я же тут был, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А вот тут я не помню, что я был. Тут я не помню. Блин, надо беречь все-таки эту лампу, блин, бы я что-то с ней разбегался. Но с другой стороны, тут так темно. Что это было? Потухло это. Так. Так. Тут нет, помнил. Чтобы толкать удерживаться при движении лимит джейска, нужно будет право для сильного толчкового направления. Тут нет. Тут нет. Фуф. Так. Что я нашел из ингредиентов? Куприд. Э. Лу-ри-пи-лин. Не выговоришь. И какой-то капа-мин, что ли? Не, кола-мин, да. Три ингредиента. А я видел там вроде то ли четыре, то ли пять кол. Ну, масло закончилось. Ясно. Эм. Эм. В. Пуф. В. 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 Блин, я тут завален Эти тоже не двигаются Давай, давай И... Что делать? Блин, зря я их Тоткнул вперед Теперь я не знаю Что с этим камнем и делать Я че уже? Все, застрял? Блин Возьму ящик Может О! А как я-то Сдвинуть? Нет Главное Что за бред? Ящиком Двигается все Конечно, это Бак какой-то Или люк Ящиком я могу двигать Вот эту Балку А руками нет Вот это как это? Ну, разрабы придумали Так Так Блин, ящик 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 Смиритесь Живыми нам отсюда Не выбраться Что ты несешь? Александр Ты Подлый Ублюдок Выпусти нас Это он вспоминает Что тут было Хм Как будто И кто-то Чем-то Напоил Тут людей По-моему Этих работников Которые работали На главного героя Его типа Шефа Странно Как будто Я могу их поднять И в то же время Не могу их поднять Да, ну тут всюду какая-то есть жидкость фиолетовая Что это за жидкость фиолетовая Царская водка Я При этом принял приглашение Барон был настроен Барон был настроен Дружелюбно И изложил мне свою просьбу Мне стало ясно Что он предлагает Жуткий контракт И что я Был выбран Из-за своих Прослых Прегрешений А не потому Что отличился На военной службе По малейшему Капризу Барона Я не задавал Никаких вопросов Должен был Похищать Других людей Взамен Он обещал Отрекомендовать Меня При дворе И тем самым Пососорствовать Моей карьере Я был Рад сказать Что я Колебался Однако на самом деле Решение я принял Быстро С этого самого дня Я приводил Брэненбург Мужчин Женщин И детей Даже детей Узас какой Их число Я не упоминаю Но их было много Быть может Даже сотня Никого из них Я с тех пор Не видел Сегодня вечером Барон Пригласил меня И моих людей В винный погреб Чтобы отпраздновать Наши успехи Ну понятно Барон Напоил чем-то И убил Пока мы Спускались По лестнице Я заподозрил Неладно Однако Барон Настоял На том Что все Мы должны Выпить У вина Был Прекрасный вкус И мои люди Пили вдоволь Так началось Наказание За наши грехи Барон Запер нас И Ушел наверх Простите меня За то что я сделал Я был слаб И Поддался На его дьявольские Хитрости Мои люди Кричат Их кости Раздирают Им кожу Я чувствую Как бунтуют Мои внутренности И Из глаз Потекла кров И я больше Не могу Да Вот это Этот барон Кси Убил Сотни Людей Из-за Какого-то Эксперимента Что это Что это за Там есть Наверху Не вижу А вот это Если Взять и укинуть Никак Капец Тут и кажется Собои люди Которые работали На барона И которых Он Убил А эта Фиолетовая Жидкость Это Оставляют Эти мутанты Эту фиолетовую Жидкость Ясно Понятно Ну все Я тут Кажись Уже Всюда Был Надо Наверх Идти Проводить Эксперимент Правда Я не знаю Как его Проводить Ой Я только вышел Из Винопогрева Как На стенках Начала появляться Эта субстанция И меня ранило И Что теперь делать Так А куда Тут Где Находится Вот это Вот Он Кажись Да Тут Четыре Четыре Эти Ой Кто это Так Что у нас С здоровьем Пара Синяков И царапин Ну слава богу Так Довлек Головная боль У меня есть Химическая колба И у меня есть Четыре ингредиента Воспоминания В лаборатории Мне удалось Узнать Что из Смеси Четырех Химикатов Получается Мощная кислота Это понятно Как эту смесь Как эту смесь Сделать Перемещение И Для них Эксперимент На перемещении Вот Для них Эксперимент Поэтому Третья попытка Создать Искусственную жизнь Так А как Все дальше Надо делать Однако Я чувствую Что я Нападу На пути Коламин И Ау Репигмент Должны быть По умолчанию А куприт Прочно Их связывает На этот раз Я возьму Азотную кислоту Вместо царской водки А у меня есть царская водка Кстати А кислоты нет Надеюсь Благодаря этому Раствор станет Более однородным Так Значит Надо мне Сначала Что мне надо Коламин И Аури Пигмент Где он Коламин Вот Аури Пигмент И Коламин Блин Да как его использовать Может Может Коламин Так Аури Пигмент А Он сам его использует То есть Он сам решает Куда его Куда его наливать Что там Блять Творец Так А в каком порядке Блин В каком порядке А если я сделал неправильно Что Что тогда будет Гейм овер Тут Четыре разных Колбы И я Я уже не помню Где что Царская водка Она по моему Зеленая Вот Эм Фиолетовая Это по моему Этот Куприн А Сиреневая Это вот Другое Вещество А Зажечь Пламя Зажечь Так Зажег Удерживайте Левое Клавер И Сделайте Кривое Движение Прямо Кривое Стоповое Колесо Он будет Следовать Направлении Вашего Движения Так 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 Все Банка Систата Есть Я могу Идти Теперь Я смогу Растворить Ту Субстанцию А Сделаю Скрин Красивые Движение 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 Как Подняться Наверх Блять Где Я вам Другой Способ Найду Ну Заебись О Какой способ Как Подняться Наверх Может Мне Вот там Где Эксперимент Проводил Там Были Ящики Может Мне Надо Сложить Сложить Вот Это А вот это Еще Можно Трогать Даже Подсказки Используйте Предметы Чтобы Попасть В труднодоступные Места Это Нельзя Трогать Тут Что У Нас А Вот Тут Есть Ящики Кстати Так Ну И Как Тут Может Взять Для начала Бочку Так Положить Ее Ну Вот Сюда Еще Одну Бочку Положить Ее Вот Сюда Ой Не Подай Как Она Неровно Стоит Вот Сейчас Сейчас Уже Более Ровно Так И Еще Бочку Вот Так Вот Ящик Надо Его Повернуть Вот Так Вот Бля Ладно Что Так Еще Один Вот Так Вот Пусть Будет Вот Так А Этот А Этот Будет Вот Так Вот Не 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 знаю Может Я Конечно Неправильно Делаю Но Попытаюсь Сначала Так Теперь 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 Вот Так Вот Вот Так Вот О Блин Я зря Эти Кроки Складу Ох Тут Этой Жидкости Не туда Так Пара Синяков И Легкая Головная Боль Откуда Достижение Алхимист Перегонный Завод Как же тут темно Темновато Здесь Да И на то Есть Причина Но Ты уже Можешь Зажечь Фонарь Если хочешь А что за причина Почему темно Держись Поближе Не отходи В сторону В чем причина Зачем тут Такая темень Будь Внимателен Данил Иди Прямо И не делай Ни шага В сторону Вниматер Скоро Скоро Кончится Это Ага Ага Присел Становлюсь Незаметно. Ясно. Зарагины, что ли? У меня 7 огнем осталось. Бля. Страшно. Страшно. Че это такое? Вот гигантский. Не так скоро масло кончится. Страшно. Как-то разработчики не предусмотрели тут побольше масла, чтобы и огнево добавить. Как же темно. Ой Я уже светей не боюсь А вот и маслом Но мало Мало, блин Огнево Да Да Надо просто быстрее Быстрее Действовать Бля Настойка опия Как понял это Летить главного героя, если его кто-то ударит 22 июня 1839 год Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию Сказал, что не хочет рисковать всей экспедиции, если мне вдруг станет хуже Оказалось, что он зря беспокоился Но я рад, что все так вышло Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки Там же лежала и разбитая сфера Обернутая тканью Я попытался собрать ее, но не смог Части не подходили друг к другу Словно были от разных сфер Может, мне все почудилось тогда Может, эта сфера никогда не была целой Тут он ходит Заперто с другой стороны Так О Так Можно пролезть Дверь в заднем комнате заблокирована Найдите другой способ опасть туда Ну, я понял Так Так Огнево Масло Где Боль 25 июня 1839 год Решил продолжить вести дневник Хотя изначально завел его, чтобы писать об африканской экспедиции Я просто уверен, что сфера Это какая-то важная вещь Я решил собрать ее сам Но куда там Это труднее, чем казалось на первый взгляд Осколки ведут себя странно Они все время еле заметно меняют цвет, форму И даже текстуру Вчера я сделал замеры И отметил ориентиры на поверхности осколков Сегодня мои опасения подтвердились Осколки изменились Я был потрясен И побежал к лучшему геологу Лондона Сэру Уильяму Смиту Я завел разговор о том, как камни меняют форму Смит рассказал мне о строении стекла И о том, как оно сжимается под своим весом И медленно тает веками Словно лед Я немного успокоился Но по-прежнему уверен, что эти осколки Неземного происхождения Да Осколки изменились Осколки изменились Чего это такое? То ли здоровый ящик То ли здоровый шкаф Рассудок на грани Приходи уже в себя, дебил Блин Ну да, кто-то орет Ну и что он О Масло немного подел Так Бля Этой субстанции нельзя оставать Слишком тяжело не поднять Заело В лебедке что-то застряло Эм Что там застряло? Застряло Что там застряло? Верелка не поднимает Люк Наверное В блоке что-то застряло В каком же блоке застряло? А Действительно Я не могу К сожалению Хватиться Бля Ну что Вы не заставляете Тут Складывать Коробки Я только вот одну Коробку Нашел А вот еще Одну И Все Нет масла Ну ладно Что там пишет дальше? Недоступных воспоминаний Окей Я тут часом не был Тут горит лампа Кто ее поджег Пара синяков Архивы из погреба Что-то мне подсказывают Что-то игра должна быть короткой Для и тут все освещено Ничего себе Это кто это все осветил? Осветил Оля Только что Всюду горели эти Свечи И уже Полный темен Что Ой Что это было? Что это? Бля Как будто куда не видим А мне страшно Что мне делать? Кто-то Кто-то ходит по воде Или Под водой Я не знаю Мне опускаться в воду Или нет Или меня сожрут И мне прыгать По этим ящикам И куда я допрыгаю? Бля Куда я попробую Карты Хорош В fella Ступ Что Туп Quality ある Как Такое ощущение какого-то монстра, реагирующий на всплески воды, и он ходит за мной. Какая-то сиреневая субстанция. Тяжелые ворота. Ворота слишком тяжело, наверное, где-то есть механизм, который их открывает. Ну да, механизм там уж есть, только вот у меня скоро масло кончится. Тяжелые ворота. Эта хуня чуть меня не схватила. Аааа, кто это? Кто это? Непонятно. Оно пошло в ту комнату, блин, и мне туда надо. Блядь, оно меня ударило. Хуяда. Здоровье едва в сознании. Ничего себе у него удары. Рана сильно кровоточит. Парусникой царак. Блядь, я все это потратил, чтобы исцелить главного героя. Я понял, его можно отвлекать. Кидая в воду предметы. Эта хуня можно отвлекать, кидая в воду предметы. Но кто это? Блядь, нет. Кидая в воду. Это оно опять меня бьёт, блядь Фуууу Не заходите в воду Что мне ещё делать Если кроме воды тут больше ничего нет Это пиздец И че мне дело теперь? Я буду все заново С одной вот этой Весело Кстати, в какой-то игре я уже Подобное видел Что надо в воду кидать Какие-то предметы, чтобы Обманывать это существо Еще бы было что кидать Вон рычаг Мне кажется, это Этот рычаг, он на время То есть через время Надо будет заново его активировать Еще-то мне кажется, что да Хм Блин И что мне, мне надо активировать этот рычаг И буквально за секунды Ну, в крайнем смысле, не знаю, за минуту может Добежать до той двери И... 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 Ах... Блин, мне не... нечего в воду кинуть. А нет, есть че. Блин, нечего в воду кинуть. Ага, нет. Ага, нет. Да, нет. ЖЕЕЕСТЬ! ЖЕЕЕСТЬ! Ещё одна головоломка! Блин, хоть бы... Хоть бы фонарь какой был, что ли. Ох, каштык... Кушает. Быстреееее! Так. Эта хуйня питается, короче. Дверь заперта на простой замок. Ах! А где я возьму ключ? Жесть какая! Дверь заперта на простой замок. У меня нет ключа. Чё мне делать? Подобрана пола и глаз. Зачем мне нужно? Ну... Эта хуйня уже тут, блядь! Ох! Неужели я... Выбрался. Тихо... 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 Нееет! Тихо... 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 Странно. Только что все было не в порядке, уже в порядке. Эскейп ар... Тинкагурзина артист написано. Удалось спастись от существа в водах Амнезия, The Dark Descent. И не понял, почему ты артист. Ну да, существо и оспался. Было страшновато. Бля, как тут красиво. Идея. Водопад, чьи-то ноги. Это, я так понял... Ноги... Вы... Вылеплен. Статуя странная, очень странная. О! Я могу... Тут что-то поднять? Я могу просто воду трогать. Ясно. Ясно. Это что тут у нас? Непонятно. Опять лабиринты какие-то. Непонятно куда идти. Налево пойдешь, направо пойдешь. Вот это куда ведет дорога? И там еще наверх. Можно. Гостевая комната. Кабинет. А это что, куда? Почему тут все освещено? Почему раньше было все темно, а теперь освещено? У вас есть поднимающаяся комната. Она отвезет нас во внутреннее свидетельще? Да. С ее помощью мы легко спустимся вниз. Ты когда-нибудь ездил на лифте? Да, однажды. В Колизее. В Ридженс Парке. Лифт там отвозят на смотровую площадку. Хорошо. На этом лифте ехать чуть дольше. И едет он не вверх, а вниз. Там лифт, что ли, впереди? Машинное отделение. Ну, опять эти капли. Может быть мне сюда надо уже, типа как в последнюю очередь идти? UNCLE. Чего-то у меня так думается. Склад Темновато Что-то тут не очень хорошо освещено Темновато на складе окажется какой-то неестественный Именно Вот свеча, она как-то не очень все хорошо освещает Именно что темнота неестественная Слишком мрачная Просто слишком Тут надо масла и как можно больше Себе не могу Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Точнее, переживать о том, что мне не хватит огневого или масла. Пожалуйста, отпустите. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу на... Нет! Прочь! Оставьте меня! Да блин, да тут голова лома. Так. Жесть. Детали машины. Видите, способ пройти дальше. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует... Масла уже почти нет, блядь. Меня это уже бесит. У меня постоянно нехватка всего. Что это? Это часть верла. Ага, все детали найти. Окай. Ага, все детали. Ага, все детали. Так, масла почти нет. Надо чё-то делать. Надо больше на огнево налегать. Бля, как же темно. Яблоки. Часть сверла. Ручное сверло. Маленькое подноское сверло. Что? Как же тут? Темно. О, взрывчатой смеси. Ясно. А то я делал какую-то кислотную смесь, теперь еще взрывчатую. Александр, я подготовил взрывчатку, которая нужна тебе для того, чтобы прочистить сток. Я даже не могу выразить словами, насколько важно, чтобы ты обращался с этой смесью. Осторожность. Пожалуйста, передай это своим безмозглым слугам, прежде чем приступить к осуществлению своего плана. Сами по себе жидкости не опасны, и во избежание новых происшествий их надлежит хранить в отдельной... А, их надлежит отдельно, в соседней комнате. Я приказал установить два больших чана для ингредиентов. Тебе нужно просто смешать жидкости. Жидкости. Ммм... А грифа? Ммм... Ты где... ну я же видел... А, во... Там... Хорошо, что когда уходишь в полную темноту, то главный герой как бы проясняется, что он начинает лучше видеть в темноте. Когда вот ты только от света отходишь, то темень полная, но когда дольше находишься в темноте, как бы начинаешь лучше видеть. Это... Теперь когда помогает... Когда... Нету масла... В лампе... Или когда... Огнева нету... Во-вторых, это довольно реалистично. Я бы сказал... Вентиль заржавел. Дополнительный. Заржавел он. И что мне делать? Ага. Для жидкости нужен какой-то сосуд. Подобрана частично заполненная банка. Частично заполненная банка. В ней один из двух ингредиентов, то взрывчатой смеси. Ясно. И че дальше делать? А где другой ингредиент? Непонятно. Там наверх... Туда наверх можно? Или нет? Ага. 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 Че вот мне хотят? Вот тут еще одна Тоже вентиль заржавел И что мне делать? Основной У меня уже нету этого А, не, у меня есть Только У меня есть Сверло Подобранный взрывчат Это монстр Взрывчат и крайне взрывчатная смесь Там я видел завал Может Взрывчатку надо туда? Вот там он завал Ветали машин Здесь не поможет А тут Встаньте подальше от места И должен произойти взрыв Ну и Я встал Подальше от места Че дальше? Че, еще дальше встать? Непонятно Насколько далеко мне надо Встать? Нет, не позывайте за взрывчатку Пока не отойдете подальше Летали машин Может Подячь Как ее подорвать, блин? Можешь мне кинуть камень? Я ничего не понимаю, что делать Как ее подорвать? Хм... Хм... О да. О да. Что я взял? А, на что копья? Я так понял, это голос девочки, над которой барон проводил эксперимент. А может и проводят. Я так понял. 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 Продолжение следует... 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 Он был на месте. Ключ? Какой ключ? Такое ощущение, что тут... персонажи в этой игре носят только рубашки. А что, других предметов и одежды нет? Пятни рубашки. Ого! Страх... Страх... Капец, эти монстры, они еще умеют... Дверь открыть. Четвертое июля 1839 год. Я собрал сферу. Ночью меня разбудил кошмар. Я был весь в поту и дрожал как осиновый лист. Я пошел выпить чая. Осколки по-прежнему лежали на столе. И тут каким-то образом я понял, как их собрать. Я взял смолу, которую приготовил для склеивания, и соединил их безошибочно. Сфера получилась именно такой, какой я ее запомнил. Смола даже была не нужна. Собранные осколки вытолкнули ее из щелей и соединились сами собой. Древний артефакт теперь лежит у меня на столе. У него безупречно гладкая поверхность и идеальная форма. Ну и у барона сферы? Все это очень странно. Странно. Действительно странно. Ой, что это? Картина двигается. Ага, я еще думал. Где ключ? Слава богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Что это? Что за пол? А где ключ? Блять, ключ как будто куда-то провалился. Он реально провалился куда-то. Я вот сюда вот... Кинул и все, пропал ключ. Куда он пропал? Сука, я в стиме напишу десять пропавших ключей из десяти. Куда, блять, пропал ключ? Какого хрена? Эта жесть. Эта жесть. Эта жесть на ключа нет. Эта жесть на ключа нет. Эта жесть. Я не знаю, что мне делать. Ключ тупо пропал. Бредятельно помню. Он должен выбраться от солдата. Бля, сука. Хоть бери и выходи, без сохранения. Потому что ключ пропал, блять. Так, я сейчас погуглю, что это за хуйня такая. У кого-то такое было или нет? Сейчас загуглю. Так, скопируем название игры. А я даже не помню, как называется это комната. Короче. Как мне это за запрос написать? Пропал. Ключ. В. Амнезия. Дарк Десент. Есть. Кто-то с таковой же проблемой. Так, ага. Совет по прохождению. Кстати, туда можно зайти еще раз. Картина будет на месте. Даже баночка с ключом будет. Но если ее разбить, ключ не появится. Чего? Так. Контроль F. Ключ. Чтобы запустить лифт, необходимо восстановить его паровую машину. Вот что входит. Найти ключ к машинному отделению. Спрятан в гардеробной спальне за картиной. Кстати, туда можно зайти еще раз. Картина будет на месте. Та же баночка с ключом будет. Но если ее разбить, ключ не появится. Ха. Он у меня пропал вообще-то. Однако. Грабли. Найти три стержня и вставить их в машинном отделении в правильном порядке. Один стержень лежит в библиотеке. И два других в подвале хранилище. Ясно. Найти три шестерни еще и вставить их в машинном отделении в правильном порядке. Все шестерни в машинном отделении. Загрузить машин углем не менее трех булыжников и с соседней комнатушки. Можно докинуть еще, если больше нечем заняться. Но игра будет греть, мол, больше не надо. Ясно. Это такие, типа, подсказки, что ли. Я так понял, мне, походу, надо выходить. Выходить. И заново нажимать предложить. Потому что у меня ключ тупо пропал. Там написано в описании прохождения, что, типа, ключ... Если ключ пропадает... Его можно найти... В общем, можно зайти... Можно зайти, и он появится. Но не будьте подображаться в элементаре. Да фиг там. Он мне первый раз... Пропал тупо. Так... Надо постараться тут ничего лишний раз... Не трогать. Айх... Продолжение следует... Продолжение следует... Не могу избавиться от них. Снятся каждую ночь. Они пройдут, вот увидишь. Почему ему кошмары снились? Непонятно. Продолжение следует... Я сейчас постараюсь взять паночку с ключом и... Разбить ее о пол. Может тогда он не пропадет. Если он пропадет и... Глядят нас. Ты не знаешь, что делать. Я походу поиграл. Все. Он здесь ушел. Снова... Снова... Да. Слава Богу, он здесь. Похоже, тайник действительно неплохой. Что это было? Ну, наконец-то! Я подобрал этот ключ. Но то, что он пропадает, я все равно напишу. Это не дело. О, что это? Чья за часть тела? Тут же не было никакой части тела. Тут кого-то убили, кто-то что. А, монстр же заходил и вышел. Вот это он кого-то убил? Непонятно. Так, в описании было написано, что в кабинете еще один стержень. Вроде как? Продолжение следует... Сколько же тут книжек? Письмо о найденном шаре, моему самодоверенному ученику и другу, и Хоганну Бейеру. Этим летом, когда я путешествовал по лесам Пруссии, произошло нечто удивительное. Я, наконец, нашел один из шаров, который ищу последние 20 с лишним лет. Один из. Рассказать о нем невозможно. Он именно такой, каким описал его Гелиодром в своей книге «Закрытый сад». Все было так, как гласит легенда. Подземный храм Митры, увенчанный таинственным артефактом, шар достаточно велик, и я могу держать его только двумя руками. Его поверхность гладкая и зазубренная, одновременно отцвет блеклый, но яркий. Для того, чтобы описать его природу, контрастов недостаточно. Это невероятность искусственно созданных парадоксов, заключенных в камни. Я жил тогда в соседней деревушке под названием Альчтар и занимался изучением древних дорог. И однажды нашел ту пещеру. Я зашел в нее и внезапно понял, что таинственные артефакты существуют на самом деле. Также понимаю, что это величайшее открытие в моей жизни. Войдя в подземный зал, я ощутил себя тяжелым. Однако, любопытство помогло мне побороть инстинкты, и я забрал тот шар и бросился прочь в лес. Зверь, охранявший шар, неутомимо преследовал меня. Вскоре я добрался до плащины, где встретил людей, ловивших рыбу в озере. Пробегая мимо, я постарался предупредить их об опасности, но, к счастью, они не тронулись с места. Когда я услышал полный боли крик, то испытал невероятное облегчение. Мне показалось, что я спасен. Внезапно сверкающий голубой свет окружил меня, и все краски леса померкли. Я продолжал бежать. Сколы деревьев стали угольно-черными, листья пепельными. Земля покрылась мутной водой. Я шелся дальше по залитой водой и земле. Сияющие угли сменились сильным ветром. На меня обрушился ливень. Вдали раздавались крики. Кто-то умолял о пощаде. Меня охватила боль и страх. Я тоже закричал и упал на землю, задыхаясь. Несомненно, это показывает тебя странным. Но внезапно я перенесся за много миль из Альп на луг неподалеку от Генуи. Страж забрал у меня шар, но я до сих пор боюсь, что он вернется. Иногда я не могу заснуть от того, что вспоминаю тот вопль в лесу. С тех пор прошло почти 10 лет, но до сих пор я не мог написать об этом случае. Во время нашей последней беседы ты сказал, что хочешь изучать таинственные шары. И тогда я понял, что должен рассказать тебе правду. О том, что со мной произошло в пальчатке. Твой друг и учитель Генрих Корнелий Агриппа. Чё, совы? Там ночь? Откуда тогда свет идёт? Нет, блядь. Там ночь. При этом, при всём, откуда идёт свет. И это типа лунный свет. Непонятно. Распятие. Прикольный. Не пойму, в этой комнате была только записка? Всё? Тут больше ничего ценного нет. Даже огневого. Или масло. Блядь. Чё так полно стало? Вдруг. Сейчас я вдруг... На-на-на. Постучала в двери. Опять какие-то колбы. Колбы. Чё ты там дрожишь? Дрожит. Капец, тут завалено, так как. Тут есть вот... Одно огнило. Одно огнило. Ну... Хоть одно. А это что такое? Чайники какие-то... Чайники какие-то. Но вроде вовсе ничего цели. Да-эх... Одно. Так... Тьфу... Тьфу. 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 Так... Тьфу. Ну, что даже как-то подозрительно. Камеры черепа человека. Это как это? Камеры черепа человека. Может, маке... Эээ... Лисунок черепа человека. Какие-то камеры. Собака. Птица. Эксперимент над животными. Канис, лупус, фамилиарис. 12 апреля 1658 года. Вкратце, исследуя этот вопрос, я выяснил, что возбуждение, которое можно наблюдать у людей, встречается также и у собак. Боли и стресс вызывают напряжение, которое, похоже, запускает реакцию организма, в результате которой тело животного наполняется энергией. Я полагаю, что катализатор процесса производится в мозгу. Сложно определить, где именно это происходит. И что это за катализатор. Но я ощущаю его присутствие, от него исходит космическая сила. Сбор этой энергии осложняется тем, что в ходе этого животное неизбежно погибнет. Я должен отработать процесс пыток, чтобы получить возможность работать, нужно провести еще больше экспериментов. Но я уже подозреваю, что необходимое количество энергии может произвести только человек. Возможно, именно способность оценить уровень опасности усиливает переживаемый ими ужас. Лова собаки, лопата, посмотрю, что можно с тебя взять. грязновато. Нужно было наточить. Я чувствую его. Вещество тут есть. Добывали животных и людей какое-то вещество, которое вырабатывалось от страха. Маньяки. Что это? Пределы анатомии. 9 января 1698 года. Очередное разочарование. Последние находки антиквара ничего не дали. Я до сих пор не могу понять, как устроено живое существо и как оно связано с силой, которая в нем заключена. Я буду искать и другие книги по этой теме, но подозреваю, что это ни к чему не приведет. Так как исследования по этой теме не велись. Я постараюсь сам заполнить этот пробел. Очевидно, люди изучают больше этой энергии, но я надеюсь, что животные тоже подойдут, поскольку добыть их гораздо проще. Это не барон? Капец, что у него с лицом мотиву? Барон превратил сам себя в монстра? бедный Йорик. тупик, я че тут только ради гнива гнива. Но я так не играю. походу, я был тут только ради гнива. 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 Продолжение следует... 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 Так что вполне вероятно, что стержень может быть где-то тут. Ну почему его надо так прятать? Поехали. О, тут уж эти шкафчики, которые сейчас заметят. Мне тут уже нет ничего ценного. Ничего ценного. Спасибо. 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 В индикаторе должно отображаться следующее вверх 8 и вниз 8. Убедись в том что поток настроен в соответствии с данной схемой. Унцией тройного парового комплекта. Сверхофазная амплитуда в полный цикл парового из потока. Не забывайте что машина проверяет на их прогрессы только после того как вставлены все стержни. А вот эта комната была как раз отшла. Еще один отшла. Тут ничего полезного. Тут я. А вот эта комната как раз была завалена. Класс, два гнила Пригодится Мне что, теперь назад? Да Ну, назад так назад Че сделаешь Нет, это со стержнем Вот этим придумали Блин, такую головоломку Жесть Если бы мне интернет Я бы, наверное, несколько дней был Тут бы, вот на этом моменте Я бы несколько дней Застопорился Чем дрожит О, тут уже субстанция Ее раньше не было Тут уже субстанция Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг по Ужире выдал мне карту Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти в Нель Но Мы не всегда получаем то, что хотим Этого ничего не было раньше Ни этого чела, ни крови Кровь стекает вот по каталкам куда-то Там, я так понял, перекрыто Назад пути нет Значит, я могу только вперед Идти Заперт Имейте ключ А тут тоже лабиринт Что это? Ну, крутится? Чем-то не напоминает подвозь Одну лодку Seven Hunter Ух, ух, ух Что-то не так Неправильно 5 июля, 1839 год Сегодня я ходил в университет В поисках ответов Я был в кабинете Герберта и нашел его записную книжку и пару полезных книг. Профессор Тейлор с исторического факультета был очень любезен и многое объяснил мне. Удивительно, но эти легендарные сферы оставили на нашей культуре неизгладимый след. Похоже, они стали основой шарообразной державы, символа власти множества царских династий и в наши дни. А в древние времена сферами владели жрецы. Они считались символом солнца и могущества. Уходя из университета, я услышал ужасную новость. Прошлой ночью был убит геолог сэр Уильям Смит. Всего пару недель назад я был у него в гостях. Глупо, конечно, но меня не покидает чувство вины. Что это? А, давление. Это всё активно. Блин, тут... Можно это как-то поджечь? Где-то тут... Какую-нибудь лампу. Потому что слишком... А, вот. Может. Слишком темно. Во. Теперь виду какие-то цифры. Блин. Они так двигаются, эти рычаги. То есть, не в положении вверх, вниз, среднее, а... Буквально... Там по миллиметре пусть настраиваются. Или что-то не так настрою, что может... Мне выдать той функции, которую надо. Чего тут делать? Я, как же... Походу, я тут надолго... Застрял. Эти рисунки мне ничего... Не подсказывают. Ну, может, я найду ещё какую-нибудь записку. С подсказками. С подсказками. О, что это? А! Сюда стерки вставлять. Так. Записка о машинах. Обратите внимание, что в хранилище всего два запасных стержня для машины и лифта. Выбрасывают только сильно повреждённые. Остальные хранят подобные кабинетов на тот случай, если все три снова треснут. 14 июля, 1839 год. Прочёл все книги о сферах. Существует множество легенд и преданий о них, но никаких конкретных данных нет. Я написал людям из записной книжки Герберта, но мало чего добиться. Однако сегодня я получил письмо, не похожее на остальные. Оно было от прусского барона. Он не писал о легендах и жрецах в подземных храмах. Ничего такого. Письмо было коротким. Я знаю. Я могу защитить тебя. Приезжай в замок Бренненбург. Подпись Александр. Защитить меня от чего? Я что, в опасности? Я посмотрел, где находится Бренненбург. В лесах Пруссии, недалеко от Балтийского моря. Это короткое письмо вызвало у меня наибольший интерес. И беспокойство. Написав это, я вспомнил о своих кошмарах, в которых меня зовёт какой-то жуткий голос. Голос, который описать-то невозможно. Словно он звучит из пустоты. Последние пару недель я плохо сплю. И постоянно боюсь повторения этих кошмаров. Завтра схожу к доктору Тейту. Может, он даст мне снотворного, чтобы уснуть. Так, походу, тут надо втыкать в стержни. Есть круг, треугольник, квадрат. Так, вот это что? Четверхфазовый. Тройной. Циклическая она. Четверхфазовый. Сюда. Тройной. Тройной суда. Циклической суда. Походу, я всё сделал правильно. Всё. 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Над людьми надо замочить. Что это? Ага. Шестеренок не хватает. А где я их возьму? Эти шестеренки. Я видел в других комнатах шестеренки. Мне что, их надо из других комнат нести, что ли? А где тут лампы? А ой, какая-то шестеренка. Так, походу поставил одну. Одну поставил. А их еще? Две надо? Это этот вкус. И аромат. И аромат. Да. 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 Сейчас как-то мало масла было. Так. Где еще стержни? Искать. 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 8 Ну вот 4 4 5, 6 4 5, 6 А, блин, не то 4, 5, 6, 7, 8 Ну, допустим вот так вот это вверх и вниз 4 Ну, вроде А, не Это 6 там 6 7, 8 Тогда Ну, вот сейчас по-моему как надо сделаем Вверху 8 и внизу 8 Вот тут 5 6 7 8 Я не знаю что со средними делать С лишними рычагами Что, каки По-моему этот немного вниз Надо его Вот, блин Вот нельзя вот так чуть-чуть двинуть Он двигается, сука Ну, это здесь по-мниз Мне кажется я сейчас идеально И можно Кто-то там Ебаные разрабы Как вы Зай Ну, я уже Сделал Вверх 8 Вниз 8 Что Вы от меня хотите Пиздец Какой-то Вот что они из меня хотят Я сделал Вверх 8 И вниз И вниз Ладно Буду гуглить Буду гуглить Так Как Двигать Рычаги Ну Ну О Стиме На страничке игры В руководствах Есть 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 Как Двигать Рычаги Вроде Как Где Оно Где Оно Тоннели Темница Честерна Какой Честерна Мор Может Тут Че-то Как-то По-другому Названный Комнат Алтарь Алтарь Блин Че-то Как-то Не то Тоннель Архива Хранилище Кабинет Кабинет Гостиная Машинное отделение Подходим вперед И выворачиваем Записку Идем дальше Теперь надо Отрегулировать Рычаги По инструкции Должно Получиться В сумме Сум Из цифр 8 Снизу 8 сверху Делаем Как показано На скриншоте Сделал Все правильно Увидим Уведомление Бля Да я Почти Это же Все и делал Что 8 Вверх И 8 Вниз Ну сейчас Делаю Вот как На скриншоте И гляну Что получится Сейчас Странно Я не сделал Как раз На скриншоте Я сделал По своему И тем не менее Оно заработало Как? 4 А Все правильно Вот Блядь Долбанный Я математик Стоп Ну это же Это из меня Математик Плохой Я неправильный Считал Короче Все правильно Сделал Мне даже Описание Не понадобилось Только По старичам Дернул И все Заработало Опять эти Это Субстанция Бля Мне что-то Надо Пуфуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лифт, все... Поломлю теперь... Значит, на нем я уже... Вернуться не смогу... Идем нам сюда... Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя... Как барон, я отвечаю за содержание преступников в тюрьме... У вас там настоящая темница? Конечно... Пойдем, не стой на месте... Уже похоже я видел... Продолжение следует... 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 Кого-то пытает. Кого-то пытается. Кого-то пытается. Кого-то пытается. Кровать можно двигать. Непонятно зачем. Кого-то пытается. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...